Порыв трубы на Торосова 21 переполошил весь город. Коварная смесь из гравия, асфальта и кипятка беспощадно разбомбила 9 квартир. Лоджия была полностью вся разбита. От этой лоджии на кухне окно было разбито. От кухни, значит, было даже кухонный гарнитур здесь выбито. Даже люстра, которая висела на кухне, она тоже была разбита. По всей квартире был кипяток, но когда мы пришли кипятка, я гравий, песок, все камни. Вся квартира была полностью в этом. Семья Кондрашкиных сегодня в суде пытается найти виновника ЧП. Материальный и моральный ущерб оценен почти в 300 тысяч рублей. Иск подан к Южно-Сибирской теплосетевой компании. Якобы именно по ветхой трубе она снабжала горожан водой. Впрочем, представитель ЮСТК в суде показывает документ, где прописано, что злосчастная труба поступила на баланс к предприятию уже после аварии. Данный участок тепловой сети имеет статус безхозяйного участка сети. И впоследствии данное распоряжение может передаётся на обслуживание ЮСТК на дальнейшем. То есть из данных документов видно, что на момент аварии, то есть 21 сентября, когда у нас произошла авария, в данном участке тепловой сети он на обслуживание ЮСТК отсутствует. По мнению Николая Беляева, ответ искать нужно в городской администрации. В защиту мэрии выступает другой юрист. Дело в том, что у энергетиков на балансе действительно нет аварийной трубы. Однако примыкающая с обеих сторон к ней числится. Получается, что по закону предприятие обязано следить за состоянием всего участка. Оно использовало данный участок сети в своей коммерческой деятельности. И соответственно несёт ответственность за использование её. В ходе слушания пострадавшая сторона всё же ходатайствовала, чтобы в качестве ответчика выступала и администрация. Следующее заседание суд назначил на конец февраля. Когда это всё произошло, мы ходили в мэрию города, у нас было совещание, нам сказали, что это в течение месяца, максимум двух всё это будет. Но, как видите, ещё даже ответчиков мы не можем найти. Что можно сказать? Полгода уже проходит. Да. Остаётся добавить, что подобных дел в практике городского суда прежде не было. На сегодня сюда подано от жителей пострадавшего дома лишь три заявления. Остальные, скорее всего, ждут результатов. И когда виновник будет определён уже однозначно, скорее всего, требований взыскать с него материальный ущерб будет в разы больше. Константин Кравцов, Дмитрий Парахин, Вести, Хакасия.